Мир вам, дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую. Рад, что могу быть с вами в общении. Так получилось, что мы здесь оказались, доживем мы далеко, в Комсомольске, на Амуре, на Дальнем Востоке. Братья пригласили нас в молодежный лагерь 25+, и вот мы там были. И Александр Иванович сказал, чтобы мы ехали к вам. Мы в Новосибирске были с вами в общении, на собрании сегодня утром и вечером. Братья и сестры, я буду сейчас читать Слово Божие и будем с вами рассуждать. Я немножко такую предысторию расскажу. Прочитаю сейчас текст, который я много раз пытался осмыслить, понять. И для меня это было настолько сложно. Вот знаете, как вот камень лежит, и вот хочешь его сдвинуть, и не можешь. Ходишь вокруг него, попытался, но не двигается камень. Вот так бывает иногда в Священном Писании есть такие вещи, или такие тексты, или такие места, которые, когда мы читаем, мы хочем понять, а не можем, не можем понять. И когда вдруг открывается вот, и ты понял. И когда ты понял, такая радость. Когда же раз, знаете, все пазлы сошлись, и все стало ясно. Как это хорошо. Я сейчас прочитаю текст из Евангелия от Луки, 17 глава, первые 10 стихов. И мы с вами проведем некий такой экзогетический разбор этого отрывка, и сделаем определенные выводы из этого текста, чему они нас учат. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели в веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И вот, братья и сестры, вопрос. Так о чем же этот отрывок говорит? Вот начинается соблазны, потом тема, как будто разные темы, тема соблазн, потом тема прощения, потом тема вера, потом тема послушания. Но понятно, что это все как-то связано. А как? И вот, братья и сестры, вот Бог мне дал милость, я это понял, и я хочу просто с вами поделиться, то, чем Господь меня утешил и благословил вот этим откровением, этой ясностью, которую я получил в свое сердце. Итак, друзья, я вижу, что здесь в целом речь идет, или тема моей проповеди будет такая, как побеждать соблазн непрощения. Вот мне видится, что здесь именно вот это, об этом идет речь в целом. Вот весь отрывок объединен этой темой. Итак, друзья, вы знаете, вот мы первый раз были вот в этом лагере, я лично первый раз, ну и моя супруга, мы первый раз были. Вам скажу, очень красиво. Правда, первый день мы приехали, шел дождь, было сыро, влажно, вещи какие-то такие влажные, не очень уютно, а потом вышло солнце, и вот мы утром встаем, голубое небо, сосны, воздух, не надышишься, так все хорошо. Первый день, второй день, общение, вообще красота. То есть я хочу сказать, что на нашей земле, на нашей земле есть очень много доброго, приятного и красивого. Ну вот я стою с братом одним, говорю, общаемся, общаемся, я что-то чувствую, у меня что-то как-то это, ноги болят. Я думаю, что такое? Как-то, говорю, пойдем сядем, сели, посидели, я сижу, что-то мне как-то плохо-плохо, думаю, что такое, что такое? Потом пошел, прилег и думаю, о, по-моему, у меня температура. Понимаете, я себя ловлю на мысль, ну я уже, ну мне уже 59 лет, я уже себя-то чувствую, понимаю. Пошел там к сестрам, попросил градусник, точно температура. Потом мне брат говорит, вот вирус, там вот я болел, о, наверное, вирус. И вот вам, я к чему это рассказываю, вот такая красота, так все приятно, и вдруг какая-то неприятность такая. То есть я хочу сказать, что мы живем в таком мире, где очень много плохого. Вот какие-то вот эти вирусы, болезни, там онкология, там сахарный диабет, вообще полным-полно всякой неприятностей. Но не это самое страшное в этом мире, не это самое страшное, самое страшное в другом, что есть другие страшные вещи. Вот, например, поженились молодые люди, вступили в брак. И вот у них началась семейная жизнь, и раз такая неприятность произошла, поссорились они. Но они еще молодые, у них деток нет, и жена пошла на работу, пришла на работу, лицо невеселое, она пришла, а там женский коллектив, и вот она села, такая за стол свой сидит, а эти, ну, сотрудницы так смотрят, ты что вся не своя, у тебя что там? Да, девчонки, раз все подсели, та со своим поссорилась, поссорилась, а, ну, рассказывай. И вот она рассказывает, они ее наставляют, а ты, говорит, сейчас домой прийди, а ты вот это ему скажи, а ты вот так сделай. И научили ее, и она пришла домой. И если у них был вот такой конфликт, он стал вот такой, он стал огромный. Потом братья приходили, служители, мирили, учили, наставляли, выводили, вытаскивали из этого. Почему, братья и сестры, так? Потому что соблазны есть. Вот Христос говорит, горе миру от соблазнов. Невозможно не прийти соблазном, они будут. То есть, в чем опасность соблазна, в чем самая проблема? Соблазн – это какая-то идея, какое-то мировоззрение, какое-то понятие, которое главенствует в мире, и оно на нас влияет, и оно нашу жизнь ломает, оно портит нас, понимаете? Вот в чем опасность. То есть, есть вот такие и люди, которые как соблазнители, как в народе русском говорят, греховодники, или как, например, помните, написано, Иеравам сыноватов ввел Израиля в грех. Один человек мог людей так как-то вот всех одурачить, одурманить, и ввести вот в такое идолопоклонство, и потом это идолопоклонство погубило этот народ, погубило. Понимаете, в чем опасность? Вот соблазны. И вот, братья и сестры, в чем наша радость, о чем я хочу сказать сегодня, что в этот проклятый мир, в этот испорченный, поврежденный мир, в этот мир пришел свет. В этот мир пришел Иисус Христос. Пришел Творец и Создатель, который сотворил не так мир. Он сотворил его совершенным, хорошим, красивым и благословенным. Но потом проник грех, и грех стал умножаться, и люди стали страдать. Горе миру от соблазнов. Горе пришло в нашу жизнь, в наши семьи, в наш народ. Люди страдали. И вот пришел свет. Вы знаете, я слышал, был астронавт такой знаменитый, Джеймс Ирвин, который был на Луне. И когда ему задавали вопросы журналисты с восхищением, «Расскажите, как вы там вот вступали своими собственными ногами на Луну?» А он им говорил, а он был христианином, он говорил, «Не важно, что мои ноги ходили по Луне. Важно то, что по нашей земле ходил Христос, Сын Божий. Бог во плоти ходил. Вот что важно. Вот на это обратите внимание». И вот этот Сын Божий пришел в этот мир, и вот он своим ученикам говорит, будут соблазны, будут всякие дурные и нехорошие диалоги. И я вас хочу научить, как эти соблазны побеждать. Кстати, друзья, соблазны бывают разные. Бывают в области целомудрия, нравственности, материальных средств. Здесь же Христос как бы сужает эту тему о соблазнах, и Он только говорит о соблазне взаимоотношений. Взаимоотношений. И вот Он говорит, если согрешит против тебя брат твой, и что делать в таком случае? Как себя повести правильно? Как? Он говорит, ты Ему прости. Ты с Ним поговори, и ты Его прости. А если Он еще раз это сделает? Ну, опять поговори и прости. А если еще раз сделает? А если семь раз в день сделает? И семь раз в день прости. И тогда ученики так переглянулись и говорят, невероятно. Разве может это быть правда? А будет ли польза мне, Ему, вот так вот прощать, и прощать, и прощать? Да, невероятно. Ты, говорит, умножь в нас веру. Нам трудно в это поверить. Это то, что ты говоришь, это что-то такое нереальное. И тогда Христос начинает их учить. Он говорит, вера – это не то, что вы думаете. Вера – это не то, что я вынул из кармана и вам дал. Бог взял и нам дал. Вера – что такое вера? Вера – это нужно к Богу относиться как к Богу. Это нужно понять, братья и сестры, что есть некая невидимая реальность, которая реальнее всех видимых реальностей. Вот что такое вера. Вот Бог – это же невидимая реальность. Но мы его воспринимаем настолько естественно, настолько реально. Он невидимый, но мы верим. Кстати, вот смотрите, друзья. Вот вы знаете, что это такое? Вот у меня в кармане лежит. Знаете, что это такое? Маска. А зачем ее носят? Помните, вот сейчас иногда я встречаю еще, не знаю, как у вас, у нас в Комсомольске еще бывают люди ходят, а было чуть время назад, так все ходили. Маску не оденешь – штраф. Зачем ее одевали? И вот все в масках ходят. Ну, мы знаем почему. Говорят, коронавирус. А кто его видел? Он какой? Он какой? Вот такой, вот такой, вот такой. Какой он? Каким размером коронавирус? Он невидимый. Он невидимый, но люди его не видят, а он настолько реальный и настолько, оказывается, опасный, что нужно маски одевать и там прочие средства использовать. Но невидимый, но реальный. Бог – он невидимый, но он реальный. Это тот, который сотворил мир. Это тот, если библейский Бог. И понимаете, вот если мы верим в такого Бога библейского, всемогущего, великого, который сотворил небо и землю, и разве можно такого Бога не слушать? Если этот Бог говорит, то я должен и слушать. Вот это и есть вера. К Богу относиться, как к Богу. И Христос дальше говорит такую притчу. Вот смотрите, раб трудится на поле, работал, уработался весь. Пришел домой, и хозяин говорит, так, иди сюда, на стол накрой. Ну, мне, честно сказать, жалко его. Но в нашей культуре, в нашей культуре мы это не понимаем. Ну, какая-то вроде бессердечность. В той культуре это было в порядке вещей. Если были рабы, он работает, пашет на поле, он пришел домой, господина обслужил, все сделал, что должен был сделать, а потом сел и сам, ну, кушает, там, чай пьет или что, отдыхает или спать ложится. Вот, понимаете, и это было настолько, что Христос говорит, а будет его господин благодарить вот этого раба за то, что он так все делает тщательно? Не противится, ничего, все делает, делает и делает. Почему он это делает? Да потому что он раб. Потому что он понимает, что он вот такой. А господин его великий. Братья и сестры, почему мы слушаемся Бога? Потому что мы маленькие, ничтожные. А почему мы не слушаемся? Потому что мы Бога унижаем, мы занижаем. Мы порой, знаете, нас как? Мы порой Бога таким маленьким делаем, а человека таким большим. И мы порой человека боимся больше, чем Бога. И это не вера, это неправильно. Христос говорит, вера, настоящая вера, это когда я к Богу отношусь как к Богу. Я перед Ним трепещу. Когда Он говорит, я Его слушаю. Вот что важно для нас. Пример. Например, братья и сестры, вот такая знакомая всем нам иллюстрация. Давид и Саул. Давид скрывается от Саула. Саул его... Вот если по нашему тексту, Саул согрешает против Давида. Что делает Давид? Давид его постоянно прощает, прощает и прячется от него. Хотя у него есть такая возможность, появлялась возможность. Помните, вот в пещеру зашел он, со своими людьми был в пещере, и Саул зашел в пещеру. И ему все на ухо говорят, Давид, этот день от Бога. Вот, ну, один удар, и все проблемы кончились. Все, у тебя все пойдет, ну, как будто сам Бог это все сделал. А Давид это делает или нет? А у Давида, у него соблазн есть. Он даже подошел к этому Саулу и взял край одежды и отрезал. А потом написано, так ему больно стало. Больно стало. И он потом, следом, когда вышел Саул, и он следом за ним вышел. И говорит, Отец мой, Отец мой, я ничего против тебя не имею. Я не знаю, почему ты на меня злишься. Ну, я своими словами рассказываю. Я не знаю, ты для меня Отец, я тебя уважаю. А кто я? Я мелочь, я куропатка, я там блоха какая-то. Понимаете, он о себе так говорит. Вот я маленький, а ты такой большой. Вот так он говорит о нем. Уважительно. Вот это и есть, братья и сестры, он ему выговаривает. Вот в нашем тексте здесь сказано, когда против тебя согрешает человек, выговори ему. А выговори, это не так, что взял за грудки, как тряханул. Вот у нас иногда такая, ну, как такая ассоциация, выговорить. Надо выговориться. А выговорить, это нужно поговорить сердечно. И вот Давид, против которого согрешают, он с согрешающим против него говорит вежливо, уважительно, любезно. Унижает себя. И когда он с ним поговорил, Саул заплакал. Он заплакал, и он сказал, прости меня, прости меня, Давид. Вот как вот здесь, понимаете, мы читаем, выговори ему, и он скажет, прости. И ты что? И ты прости его. А потом он опять, а он опять может согрешить? А Саул опять согрешил против Давида? Конечно согрешил. Он поплакал, поплакал, время прошло, и он опять против него согрешает. И он опять ищет его души и хочет убить. И Давид опять с ним встречается, и опять с ним ведет диалог, опять ему выговаривает то же самое, в том же духе. И он опять виноват, прости. И вот понимаете, вот эта вот история помогла мне понять вот это учение Иисуса Христа. И еще что здесь важно, важно вот что, что Давиду, что Давиду помогало постоянно его прощать. Что? Что Давиду помогало не освободиться от этого Саула. Он же мог, вот он первый раз в пещере мог его жизни лишить. Второй раз подошел, они написано спят, сон от Господа напал. Там ему овесы говорят, если не ты, я сейчас копьем его один раз, и все. А он говорит, нет, нет, если кто, поднимет руку на помазанника Божья. И у меня вопрос, у меня такой вопрос. Откуда Давид это знает? Откуда Давид знает это правило? Я не знаю откуда. Дело в том, что все его коллеги, все его друзья, все его соратники, они не знают этого. Они понимают и смотрят очень просто. Возникла проблема, нет человека, нет проблемы. А Давид так не мыслит, потому что он к Богу относится как к Богу. Бог ему открыл. Кто руку на помазанника Божья поднимет, тот будет дело иметь с Богом. Почему у Давида правильное отношение к Саулу? Почему? Потому что у него правильные отношения с Богом. Вот почему. Братья и сестры, и здесь еще есть одна мысль. Когда мы живем вот в таком послушании Богу, когда мы слушаем вот такого великого Бога, у нас умножается вера. Наступает такой момент, когда мы говорим Богу, а Бог слушает нас. Друзья, вот знаете, я в последнее время переосмысливаю жизнь Христа. Вот Он пришел в наш мир. И кто Он? Он Божий Сын. И как Он относится к Отцу? Он, знаете, вот, ну, извините меня за такое выражение, как папенькин сыночек. В лучшем смысле этого слова. Он говорит, отец не разрешил. Отец сказал, скажи вот это. Отец сказал, сделай вот это. Я делаю то, что хочет отец. А что делает отец? Отец говорит, какой хороший сын. Какой послушный, какой идеальный. Идеальный отец, идеальный сын. И написано, в послании к евреям написано, что Христос в одни плоти принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И что? И услышан был за свое благоговение. Услышан был за то, что вот у него такое отношение с Отцом. Он был услышан. В нем была сила. Он исцелял людей. Бог его благословлял. Вы знаете, я слышал свидетельство. Вот брат Гена, Алексеев, может, кто его знает. Он благовестник в Одесском объединении. Он к нам приезжал на общение. Был у меня дома. И он... Ну, мы общались. И он рассказывает про Николая Рафеевича Бойко. Возможно, вы тоже слышали о нем, читали. Ну, Николай Рафеевич, я лично знал. Он сидел в годы советской власти. Он сидел там в наших краях, в лагерях. Его там каждый заключенный, каждый зек знал Николая Рафеевича Бойко. Это был благословенный Божий человек, который пережил ужасы всех сталинских, хрущевских, брежневских, андроповских лагерей. И вот он настолько был верный, настолько был смиренный пред Богом человек, и благодатный, и благословенный. Он слушался всегда Бога. У него возникала нужда. Он молился, он смирялся. И Бог его благословлял. И потом, когда наступила свобода, он стал заниматься душепопечением. И вот этот брат Гена мне говорит, ты знаешь, сейчас вот он молится над больными, и больные выздоравливают. Почему? Потому что когда-то он шел этим путем. У него была такая позиция, ему говорили, Бойко, мы тебя сломаем в тюрьме, в зоне. А он говорит, а я не ломаюсь. Я не ломаюсь. И он говорил, Господи, если они меня сломают, он Богу говорил. Им он говорит, я не ломаюсь. А Богу он говорит, Господи, если они меня сломают, они других будут ломать. Сохрани меня. И Бог его сохранил. И он пережил все эти ужасы, а потом Бог его благословил. Бог слушал его. Понимаете, братчество, здесь очень вот эта важная мысль. Христос говорит, если бы вы имели веру с горчичное зерно, вы бы сказали этой смоковнице, и она бы вас послушалась. Но вера начинается с чего? С правильной позиции перед Богом. Бог великий, а я маленький. Бог говорит, а я слушаю. А потом я говорю, а Бог благоволит ко мне и тоже меня слушает. Вот это вера. Вот, итак, первичность веры в моем благоговении и послушании перед Богом. Итак, друзья, какие вот я сделал выводы в своей проповеди. Я три такие хотел мысли или три вывода сделать, и мы помолимся. Соблазны, соблазн непрощения должно и можно побеждать. Первое. Второе. Побеждать соблазн можно только в сердечном послушании заповедям Иисуса Христа. И последнее. Третье. Когда мы в послушании Господу побеждаем соблазны, происходит рост и умножение нашей веры. Вот такие три истины. Вот пусть они лягут в наше сердце. И, братья и сестры, давайте мы подумаем, какова наша вера, каковы наши отношения с Богом. И чтобы мы могли силою Божьей побеждать, побеждать все соблазны, а именно соблазны прощения. Помолимся Богу. Аминь.